Всем привет! На связи Костя Фолстон. Сегодня пятница, а это значит, что настало время моего нового выпуска об очередной роскошной жизни футболистов. Я уже рассказывал вам о том, как живет Роналду, Мисси Мбаппе, Зидан, Гвардиола и даже Флорентино Перес. Ну а сейчас настало время нового героя. Все ролики, кстати, этой рубрики можете посмотреть по ссылке вверху экрана. Герой сегодняшнего видео лишь совсем недавно перебрался в Барусию и отжигает там по полной. Да, его зовут Эрлин Холланд и давайте же вместе с вами посмотрим, как он живет. Блин, я же забыл попросить вас подписаться на мой канал. До 100 тысяч осталось лишь совсем немножко. Давайте добьем эти несчастные циферки. А я обещаю, что буду стараться делать для вас самые лучшие и самые интересные видосы. Ну что, договорились? Тогда все дружно нажимаем на кнопку подписаться. И начинаем смотреть жизнь Эрлинга Холланда. Давайте же начнем с привычного. Где живет футболист? Я даю зуб, что в Баруси он снимает себе хату и каждое утро не добирается до базы дортмундцев из Зальцбурга. Да и в Зальцбурге семья Холланда также снимала жилплощадь. Футболист живет со своей семьей, ведь не зря его отец отыграл такую важную роль в сделке по его трансферу. Вероятнее всего Холланда так и будет скитаться по съемным квартирам, ведь его карьера только начинается. И какой смысл тратить первые крупные деньги на дом, из которого ты съедешь через сезон-другой? По факту он даже еще не заработал на крутой дом, ведь его зарплата в Зальцбурге составляла всего миллион евро в год. В Мёльде он зарабатывал и того меньше, так что на хороший дом он еще не насобирал. Ну а теперь интерактивчик для моих любимых подписчиков. Сейчас на экране появится облик футболиста, а вы должны будете отгадать его за три секунды. Поехали! Правильный ответ я скажу в следующем видео в понедельник, так что не пропустите этот выпуск. А также я назову имена трех человек, которые первыми ответили верно. Раз мы с вами уже поняли, где и как живет Эрлинг, давайте же посмотрим, как он добирается на базу и на чем. Ему в принципе без разницы, на чем кататься, ведь авто предоставляет ему клуб. И не просто авто, а авто с водителем. С Холландом случилась забавная история этой осенью, когда он был еще игроком Зальцбурга. Накануне матча ЛЧ против Генка капитан Зальцбурга Кристоф Ляйтгеб прогуливался вечером с дочерью, когда возле него остановилась машина. Окно опустилось и он увидел Холланда, который подпевал гимну Лиги Чемпионов, который звучал из стереосистемы. Сам Эрлинг также загрузил это видео в Инстаграм. На следующий день молодой Форвард сделал хет-трик еще до перерыва и вошел в историю. На самом видео видно, что Форвард сидит в водительском кресле, однако на тренировке в Баруси Эрлинг едет с водителем. А на подписание контракта он также приехал на пассажирском кресле. Теперь самое время рассказать о семье футболиста, который так быстро ворвался в топы. Батя у Холланда тоже футболист и, как никто другой, понимает стремление сына. Альф Инге Холланд в прошлом выступал за такие клубы, как Ноттингем Форест, Лидс и Манчестер Сити. Сам Эрлинг родился в Лидсе и в одном из интервью сказанул, что вместе с павлинами хочет выиграть АПЛ. И тут, кстати, тоже есть интересный поворот судьбы. Эмью отчаянно хотел подписать Форварда, но именно полузащитник Манчестер Юнайт и Тройкин умышленно нанес травму отцу Холланда, из-за которой последнему пришлось завершить карьеру. Интересно, учитывал ли это отец игрока, когда посоветовал ему перейти в Барусию, а не Эмью. Завершая часть о семье, стоит отметить, что у игрока также есть старший брат Астар и сестренка Габриэль. Что касается личной жизни молодого форварда, то сейчас Эрлинг не состоит в отношениях и полностью сконцентрирован на футболе и собственной карьере. Так что подождите, девчонки, еще несколько лет. Как думаете, что еще характерно для футболиста такого возраста? Конечно же, кумиры. Холланд просто тащится от Криштиан Роналду. Согласитесь, форма португальца 35 просто не может не впечатлять. Отец Эрлинга неоднократно в интервью говорил, что сын подражает Криеро в тренировках, в отношении к этим самым тренировкам и в еде. Год назад Эрлинг увидел интервью с Патрисом Эвран, в котором француз рассказывал о том, как пришел пообедать к Криштиану и удивился подбору блюд португальца. С тех пор Холланд стал придерживаться идентичной диеты, чтобы в будущем так же блистать в 35 лет. Еще из кумиров норвежства стоит выделить Златана Ибрагимовича. Во многом по той же причине. Златану почти сорокет, но вы сами гляньте, как он играет. Ну и еще потому, что Ибра тоже скандинав. Интересы у Эрлинга очень разнообразны. Посмотрим, может со временем он еще чем-нибудь займется. Однажды Холланду с друзьями было нечего делать, и они создали рэп-группу, которую назвали Flow King. У группы даже есть свой канал на ютубе, где есть один видосик с миллионами просмотров. Группа, естественно, профессиональной не стала, ведь у ребят были и другие занятия помимо рэпа. Также Холланд любит приколы и совсем не стесняется выглядеть глупым на камеру. Ну и как свойственно суровому норвежцу, отдыхает суровым способом, закаляется вместе с братом. Несмотря на свой грозный вид, Холланд очень дружелюбен и любит посмеяться, поэтому у него много друзей. Эрлинг поддерживает отношения с ребятами из Flow Kings и сейчас. А недавно выложил с парнями пост, где в шутку задал риторический вопрос. Flow Kings возвращаются. Ребята, кстати, также профессиональные футболисты, но менее успешные, чем Холланд. Еще один парень, с которым дружит юная звезда, Эмман Маркович, с которым Холланд выступал за молодежную сборную страны. Эрлинг называет его классным другом, который всегда заставляет Холланда смеяться. Зарплата у этого футболиста такая, что могут позавидовать многие. Но давайте по порядку. Норвежец пришел в Барусю из Редбула, где отыграл всего год. Даже в Зайсбурге его статистика впечатляла. За первую половину сезона 19-20 парень наколотил 28 мячей в 22 матчах. Шмелям удалось отхватить Вундерекинда всего за 20 миллионов евро. Именно такая клаусура была прописана в контракте с Зайсбургом. На секундочку, главный тренер МЮ, которому довелось поработать с Холландом еще в Мельде, был готов отдать за норвежца аж 60 миллионов евро. Но трансфер провалился из-за одиозного агента игрока Мина Райолы. У Юнайтед напряженное отношение с этим агентом, и клуб не захотел идти у него на поводу. Баруся была более сговорчивой и помимо 20 миллионов Зайсбургу выплатила 15 миллионов Мина Райоли и еще 10 его отцу. И сам Зайсбург получает еще 10 лямов в случае успешных выступлений Эрвинга за Шмелей. Добавим еще 8,5 миллионов зарплаты для самого форварда и получим не кислый такой кусок денежного пирога. Согласно контракту с третьего года, пребывание в клубе начнет действовать пункт о сумме отступных. Скорее всего, норвежец отыграет в Дортмунде пару лет, а итоговые затраты Баруся на игрока составят более 70 миллионов евро. Но учитывая результативность форварда, они того стоят. Напомню, что на моем канале проходит розыгрыш PlayStation 4. Его я провожу в видео о роскошной жизни Дениса Черышева. Так что переходим по этой ссылочке, внимательно смотрим условия конкурса и участвуем, чтобы выиграть PlayStation 4. Вот таким получился мой видос о талантливом норвежце. Оцените его лайком и обязательно напишите в комментариях, как долго продержится Холланд Баруси и какой следующий клуб он будет представлять. Ну и конечно же подпишитесь на мой канал, я буду вам очень признателен. А у меня на этом все, я с вами прощаюсь, совсем ненадолго увидимся в следующих видео. Пока-пока, не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok